Филиалу больниц святителя Алексея передали икону, которую святая преподобно-мученица Великая Княгиня Елизавета Федоровна благословила создание протезного завода в 1912 году. Икону в центр доставила настоятельница Марфа Мариинской обители Милосердия Игуменья Елизавета в день, когда обитель отмечала свое 115-летие. В сюжете Галины Ледвиной о событии подробнее. Центр протезирования и медицинской адаптации церковной больницы святителя Алексея расположен на территории Елизаветинского филиала больницы в подмосковном городе Жуковский. Здесь оказывают медико-социальную помощь людям, перенесшим ампутацию. Осенью 2023 года в центре была открыта протезная мастерская. И вот новое событие. В день 115-летия Марфа Мариинской обители настоятельница обители Матушка Елизавета посетила центр и передала икону святителя Николая Чудотворца. Когда-то Елизавета Федоровна тоже открыла такой цех. И нам раньше казалось, что это было давно, что это была такая история. И вдруг я понимаю, что вот история повторяется сегодня. Я вспомнила о некогда подаренной Марфа Мариинской обители иконе святителя Николая, которая была благословением Елизаветы Федоровны на открытие протезного завода. И тогда, конечно же, сразу подумали, что, наверное, будет правильно, если эта икона и вместе с ней благословения Великой Княгини будут находиться здесь, где находится мастерская, где находятся доктора, которые этим занимаются, а главное, где находятся ребята, которые получают эту помощь. Икона начала XX века с дарственной надписью попала в Марфа Мариинскую обитель несколько лет назад и сразу стала достоянием Дома-музея Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Благодаря этой иконе стало известно, что в обители был протезный цех. Этот образ дорог именно тем, что свидетельствует об активном участии Великой Княгини Елизаветы Федоровны в жизни раненых. Мы знаем, что начало XX века – это большое количество воин. И был создан специальный комитет по изготовлению протезов для увеченных воинов. Елизавета Федоровна его возглавляла. Специально открывались мастерские. Вот первые мастерские открылись в 1915 году в Москве. И потом решили открыть уже настоящий завод, чтобы там все было построено по типу конвейера. И вот именно этой иконой было и благословление. Святая преподобная мученица Великой Княгини Елизавета Федоровна – небесная покровительница, основанная ею за Москворечи в 1909 году Марфа Мариинской обители, и филиал в Жуковском, который носит имя Святой. В медицинском учреждении верят, что передана икона – благословение Елизаветинскому филиалу от Великой Русской Святой. Когда в прошлом году открыли в филиале Центр протезирования и протезную мастерскую, еще не знали, насколько важный вклад внесла в развитие протезирования в России Великой Княгине. Я не так давно про это узнал, что Елизавета Федоровна возглавляла Центр общества протезирования московское. И она так же, как и мы, надо сказать правильно, что мы, как Елизавета Федоровна сейчас, была обеспокоена вот этой проблемой, что много людей после русско-японской войны, после начала Первой мировой войны получали ампутации, не нуждались в протезировании. Были очень похожие проблемы. Еще одним подарком Центру стал макет Марфа Мариинской обители. Он позволит пациентам увидеть, какой была обитель более ста лет назад, а после выздоровления посетить это историческое место, где сегодня продолжается дело милосердия святой преподобной мученицы. Помогают детям с инвалидностью, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, многодетным семьям и людям в тяжелых жизненных обстоятельствах. Во время общения в Елизавинском филиале рассказали, что сделать подарок можно и самой обители. Запущена акция «Подарок обители» к 115-летию. Каждый может поучаствовать в продолжении традиции Елизаветы Федоровны, внести свой вклад на сохранение храмов, памятников, архитектуры, которые находятся на территории обители. Акция проходит в онлайн-режиме, поэтому можно зайти на официальный сайт обители и принять счастье. Праздничный день завершился концертом в Преображенском храме Жуковского благочиния. Для пациентов и сотрудников филиала, прихожан и жителей города выступил хор Новоспасского мужского монастыря.